Ну что же, друзья, мой ребрендинг Тины Кароль продолжается и сегодня состоялась долгожданная премьера на второй сингл из альбома Красиво под названием Хороший парень. Очень много было громких заявлений, что это лучшая работа в карьере Тины, что это просто переворот в украинском шоу-бизнесе, не знаю. Давайте посмотрим, обсудим и определим, это топ или флоп. Погнали! Всем привет, безумно рад вас видеть на моем канале, кто со мной знаком, знает, это Беспало Мьюзик, кто нет, подпишись, стань частью нашей интернет-семьи, мы обсуждаем горячее телевизионное шоу, новости, сплетни, разоблачения. Если тебе что-то известно о той или иной звезде, присылай свои истории в директ моего инстаграма, у меня есть замечательный телеграм-канал, который является также нашей важной площадкой. В общем, подписывайся, ставь свои комментарии, лайки, благодаря вашей активности видео поднимается в топах, так что, друзья мои, поддержите. Давайте посмотрим вместе Тина Каррель, это моя реакция, честно говоря. И когда я стараюсь показать то, что мне безумно нравится, но это не так, это слишком видно, поэтому не судите строго, не бросайте камень в мой огород. Это нормально, понравится, супер, не понравится, это мое субъективное видение с точки зрения человека, работающего в сфере шоу-бизнеса. Так что присоединяйтесь, давайте смотреть, давайте обсуждать и ставить окончательный вердикт. Топ или флоп? Это моя реакция. Тина Каррель, хороший парень. Официальный клип. Погнали. Пока не забыл. Вы же знаете, что в связи с новыми правилами YouTube не могу использовать весь ролик целиком в моей реакции. Поэтому смотрим по несколько секунд, 5-7 секунд, стопаем, комментируем и так весь клип. Уж извините, друзья мои, не моя прымха, как то кажуть. Что-то прямо на какой-то триллер похоже. Хорошо, начало интригует, достаточно неожиданно, прям это мини-фильм. Что-то местами похоже, даже на триллер. Эм, хм, окей. Скачали на флешку информацию и убежали. Ну, банально логичная история, но интересно, не в духе Тины Каррель. И пошли титры, хороший парень. Вот, вот оно, начало клипа. Подождите, я что-то не пойму. Это в маске Тина Каррель? А это в маске Тина Каррель. Окей, в роли гопника. Интересно, интересно. Ребрендинг, конечно, идет на ура полным ходом. Мы привыкли к женственной Тине, да. Тут прям такие дерзкие образы. Хорошо, давайте досмотрим. Я так понимаю, весь клип будет происходить в одной локации. К этому, конечно, у меня есть вопрос. Потому что могли дожать образ и действительно рассказать какую-то крутую историю. И тогда этому клипу не было бы равных. Мне нравится то, что она сейчас смела экспериментировать, не заморачиваясь. Потому что действительно нужно искать новые формы подачи. И это могло бы стать отличным дуэтом с грибами. Между нами тает лед. Вот, ей-богу. Им нужно было петь вместе. Хорошо, Кароль не участвовала как участник в танцах со звездами. Решила танцевать во всех своих клипах в новой эре. Это неплохо. Мне эта идея нравится. Но почему снято все в одной локации? Вот тут вопрос к режиссеру в первую очередь, к идейщику, если такое слово, к идейному креатору этого клипа. Ну, неужели нельзя было рассказать историю ярче? Вот этого мне не хватает и, кажется, не дожали. Но сам концепт, сама идея, она фриковато и неожиданно для Тины. За это лайк, потому что далеко не каждый артист, который уже состоялся и у которого есть определенный устойчивый образ, готовит Тин на смелый эксперимент. А тут мы прямо Тины видим отчаянные шаги найти что-то новое. За это, конечно, большой респект. И к Тине-гопнику подходит старая женственная Тина. Старая в плане образа, ребят. Давайте, давайте, я буду уточнять, чтобы вы там не думали никаких глупостей. Хорошо. Не очень понимаю, чем это закончится история. Значит так, передает наш гопник Тина флешку, информацию. Старая Тина или новая Тина? Я уже запутался. И поцелуй. Хорошо. Мне заходит такая идея. Возможно, это прощание со старой эпохой, со старым образом. Возможно, это возрождение того, что было и символизирует новое, что-то новое в Тине. В любом случае, не знаю, но это заинтриговало меня. И концовка музыки в этой песне достаточно хорошая. Какой хороший фэрорист! Угу. Хорошо. Хорошо. Ярко. Неожиданно во многих моментах. И нам действительно есть, что обсудить. Так что погнали. Давайте так, за смелость, за эксперимент я, конечно, поставлю 10 баллов. За песню. Не знаю. Мне не запоминается пока что припев. Сложно. Сложно оценивать. Нужно раз слушать. Еще раз композицию. Пока что поставлю 8 из 10. Мне не хватило каких-то цепких хуков. То, что будет у тебя вот здесь в голове 2-4 на 7. Слово же таки, я к Тине как артисту отношусь с большой симпатией. Но стараюсь объективно рассуждать, чтобы понять, где плюсы, где минусы. Что нужно доработать. И я имею право на свое мнение. Как и каждый из вас. Поэтому мне вдвойне интересно узнать, что вы думаете по поводу премьеры Тины в образе бандита-гопника. Так, за клип. Съемка хорошая. Снято красиво, но скучно. Скучно в том плане, что все в одной локации. Поэтому за клип, за стори-теллинг в этом клипе я поставлю... Вроде не хочется никого обидеть. Понимаю, что в условиях карантина вообще здорово. Что артисты хоть что-то делают и снимают. Но не было истории. Практически. Поэтому четверочка. 4 балла из 10. Операторская работа. Десятка. Сделано хорошо. Цветокор хороший. Монтаж хороший. То есть постпродакшн. Вопросов вообще не возникает. Но не дожали. Я хотел бы истории развития этих персонажей. Тогда было бы вообще просто феерично, бомбично и реально очень круто. Вот такие ощущения у меня вызывает этот клип. Мне интересно, Тина нам предложит еще несколько клипов из этого альбома. Или же это будет концом эры в плане видеоряда. Давайте ваши предположения. Давайте ваши оценки. Ваши мысли. В целом мне понравился этот смелый шаг. Но где-то чего-то как-то не дожали. Что-то может я не понял. Но у меня будет время пересмотреть работу снова. Возможно мои впечатления поменяются. Я об этом расскажу в своем телеграм канале. Подпишись. Там очень много чего интересного. Я не прощаюсь. Говорю до скорых встреч. С вами не смена был без палов. Так что присоединяйся к нашей большой интернет-семье. Будем расти, развиваться вместе с вами. И оценивать премьеры артистов. Евровидение. Проект Холостяк. И так далее. Ну что же. Давайте. Не болейте. Берегите себя. А я говорю. Па-па. Па-па.